Всем привет! Меня зовут Саня. Продолжаем прохождение игрушки прикольной Фармерс Динности. У нас сегодня надо сходить к Оливеру. Пойдем к Оливеру. У нас еще, конечно, тут много чего восстанавливать, но Оливер сказал, что даст трактор за то, что я ему помогу. И, значит, мы прем туда к Оливеру. Кстати, нам нужно убрать тут два поля, канола и пшеница, засеять, что-то посадить в нашей теплице. Потом, что, отреставрировать еще сарай и этот, как его, коровник. Потом купить, наверное, курей и что еще? В общем, забот полон рот, как говорится. Так что выдвигаемся к Оливеру быстренько. Сказали, что надо собрать в эти яблоки в саду, чтобы не пропали. Потом бегать. Спасибо, ребятки. О, олень. Нифига себе, тут олень даже есть. А можно охотиться? Сказали, что можно вот бегать, собирать грибы. Грибы можно собирать, и это хорошо. А из грибов можно типа варганить какие-то интересные штуки всякие и продавать их. Так что будем бегать, собирать подножный корм и радоваться жизни. И сказали еще что, подсказали, что где-то есть сундуки. Так, а если мы через поле тут бахнем? Покупка поля? Не, пока покупка поля. У меня 500 евро всего лишь на счету, поэтому никаких покупок поля. Мы просто бежим прямиком на пролом к Оливеру. И тут у него надо что-то починить. Здравствуйте, Оливер. Здравствуйте, говорю. Оливер, блин, ты где? А, о, что у вас тут за сходка? О, какие-то барышни. Здравствуйте, барышни. О, нифига себе, Эмилит. Поболтайм. Добрый день. А не дошли мне фермерский совет? Ни один цветок не сравнится с твоей красотой. О-о-о, это уже подкаты пошли шутясь. Может быть, я могу как-то помочь. А как тебе последние новости? Спасибо, еще увидимся. А давай начнем издалека. А не дошли ты мне фермерский совет? А прежде чем приступать к посевной, поля следует спахать и культивировать. Ты сам это знаешь. Ммм, а может я могу как-то помочь? Да нет, не сейчас. Ммм, как тебе последние новости вообще, в принципе? Говорят, сюда переехал новый человек, но мне пока не довелось с ним встречаться. А в смысле, это я, алло. Спасибо, еще увидимся. Кстати, ничего такая, Эмили. А вот Эллисон, не в моем вкусе, извините. Ух, трактор, смотри какой. Это по-любому Оливер должен. Джек Бир. Ха-ха-ха-ха. Но который типа Джон Дир, только Джек Бир. Я понял, понял. А где Оливер, алло? Оливер, или можно просто так чинить? Оливер. Кусок ты, Кала. Короче, Оливера нет, но вы держитесь. Я так понимаю, что можно приступать к ремонту без Оливера, правильно? Тут просто какие-то барышни у него тусят. А где сам Оливер? Оливер в дверь. Тук-тук-тук, нет? Не тук-тук-тук. Ой, тут у вас что-то это. Лаги-лаги. О, у вас тут коровничек есть, да? Но коровничек в отличном состоянии. А, вон Оливер улыбается. Оливер, ты где? А, он тут работает. Здравствуйте. Ну, ни хрена себе. Оливер, не пугай меня. А где сейчас, извини? В смысле? Ты охренел? Тогда я заберу у тебя яблоко. Ты не против? Здрасте. А ты не этот? Ничего не меняется? Да, Оливер рад, что мы яблочки у него собираем. Ну и прелестно, прелестно мы собираем. Тогда у тебя яблочки, раз ты, короче, такой этот. Ну и идем. О, Вамили. Здравствуйте. Вы так шикарно сегодня выглядите. Но давайте с вами потом. Мы сейчас быстренько берем и шарашим. Как не в себя. Шарашим, как не в себя. Где? Анженерный взгляд включаем. Так, свободные руки, леса. Леса нам нужно поставить. Так, леса где? Вот, ставим леса. В смысле? А как я должен забраться туда? Алло. Алло. А с лестницей леса можно? Во, спасибо. Не, свободные руки. Не, ну нам не свободные руки нужны, а починить. Во. О, ща починим, ща поедем. Тихо, пацаны. Давай, бахаем. Бахаем. Так, он сказал что? Что Оливер сказал? Оливер, ты что сказал вообще? Мы чиним тебе крышу только или что? Я не помню. По-моему, не только крышу нужно отремонтировать. Еще нужно отремонтировать забор, он говорил, да? И всякую такую хрень. Я уже, честно говоря, не помню. Да мы сейчас вообще изи. Все это нафиг тут заремонтируем. Только в путь. А вот интересно. Как это? Барышня в кожаной куртке. Она какое-то отношение к Оливеру имеет? Она это? Жена ему или нет? Или кто? Сестра может? Хрен знает. А тогда ладно. А, Эмили, да, ее зовут? А вот это тогда кто? Его мать? Что-то, что-то, по-моему, передоз пошел. Все, прекращаем. Прекращаем. Так, отлично. Отлично. Тут уже вроде как все, да? Смотрим инженерный взгляд. А, в смысле, да, нет. Я пропустил чуть-чуть. Ну, отлично. Все, смотри. Пам. Шикарно. Шикарно. Теперь бежим вниз. В принципе. Мы уже все сделали. Почти. Леса убираем. Вот так вот убираем. Вторые тоже убираем. Все. Да, блин, как это работает? Вот. Теперь надо отремонтировать забор, он сказал, да? Ремонтируем забор. Открыть. О, яблочко. Тихо. Тихо. Никто ничего не видел. Да? От кого? Ворота еще. Яблоко плюс один. Эмили что-то... А Эмили равнодушна. Ну и ладно. Все будет на мази, как только я это решу. Как только я решу, что она должна быть моей, мы обязательно с ней этот вопрос решим, я думаю. Но я бы хотел всех посмотреть. Оливер радостный бегает тут вообще. А, тебе и в доме нужно подмазюрить? Не, ну ты охренел, слышишь? А ты нахрена тут? Я что-то не очень понял. Короче, он на нас сбросил всю свою эту сраную работу. Ну хорошо, хоть вот этот вот бордюр... Эхэ. Пыльно-то как? Хорошо, что хоть этот бордюр быстро мажется. Тихо. И вот это последнее, по-моему. Давай, все. Та-дааа. Нет. Да в смысле не тогда? Алло. А где не тогда еще? Оливер, ты задолбал. Что у тебя еще сломано? Ты же сказал, тут чуть-чуть надо. Оливер, не этот... Не нервируй меня, короче. Отправляйтесь на ферму Оливера и отремонтируйте его сарай. Воспользуйтесь своим взглядом инженера, чтобы увидеть, какими элементами сарая следу... Следу. Ну? Аааа... Все. Яда, яда. Тупо, короче, слепая шляпа. Оу, сарай отремонтирован. Поверь с Оливером и проси у него награду. Бежим. Оливер. Ааа, что? Добротно, крепко. Спасибо тебе, брат. А, как ты помнишь, денег у меня немного, но, как я и обещал, старика Джек Бир тебе теперь твой, старина. Вот он. Он прослужит тебе до тех пор, пока ты не сможешь позволить себе новый трактор. Но теперь тебе пора приступать к работе в поле. Да, с финансом у меня не очень, но, кажется, мне потребуется и другая сельскохозяйственная управа. Я поговорю с людьми, и уверен, у многих найдется для тебя работенка. Но тебе потребуется плуг и, возможно, сейлка, ну а культиватора я видел на твоей ферме. Удачи в земледелии. Да, спасибо. Я смотрюсь, спасибо. Ага. Ну, чё он рот всё время открывает? Так, едем на Джек Бири. Во, как мы любим. Ха-ха-ха! Вот это трактор, я понимаю. Ох, а управление-то, конечно, мама дорогая. Помоги Оливеру, получишь Джек Бири. И сто социальных... Сто всего лишь? Ну, вы, конечно, охренели. Открываем ворота. Едем домой, ребятки. Едем домой. О, вот это тазик, я понимаю. Блин, а что с чувствительностью? Вообще жопа какая-то. Одной рукой рулит, как настоящий ковбой Мальборо. Так, а куда мы едем? А где мой дом? Вот там? Полево? В смысле? Подожди, где мой дом? Как-то сюда надо ехать. Да, да? Тут прикольно, что остаются следы от трактора. Но не очень понятно, почему они остаются в любую погоду. Блин, как же тут дергается. Дергается. Да, вот моя ферма, тут совсем рядом. Все. Короче, отлично. Музоний такой, вообще огонь. Шесть метров. Все, бежим спать. Спать. А, или давай этот, переварим барахло. Я уже тут немного потренировался. Смотри, яблочный соус. Восемь соусов. Бахаю. Бахаем ябл... Бахаем яблочный соус. Все. Отлично. И теперь можно спать. А что у меня по состоянию? Мне нужно спать. Все. Я сыт, но нужно отдохнуть. И... Что? Поспать. Отдохнуть неделю. Нифига себе. Кровать. Поспать. Все, спим до утра. В шесть утра подъем. А твое самочувствие отлично. Нужно пережрать чуть-чуть. Но пока пережирать не буду. Шесть утра. Доброе утро, страна. Ох, е-мое. Глаза выъела. Итак, с чего мы начнем? А, говорили, что можно местному барыге продать то, что нафармил. У меня есть 10 яблочных супов и гри... Кстати, а грибы-то можно приготовить? Алло. Господа гри... А, грибы нет. Рецепты блюд из меда, из рыбы. Из яиц. А грибы приготовить нельзя? Или грибы можно просто впарить кому-то? Подсказывайте. Я просто не знаю. Так, пойдем первым делом проверим наш сад. Идем проверяем наш сад на наличие яблочек. И, кстати, яблочки есть. Отлично. Шикарно. По поводу... Чего? По поводу... Оп. Оп. По поводу поля. По-моему, Петя мне советовал, чтобы нанять комбайнера вместе с комбайном. Но я так и не понял. Как, кстати, яблок-то немерено? Собираем кучу яблок. Вообще. Вот это сейчас, конечно, этот... Впарим денег. Ну, возможно. Я не знаю. По чем там принимают яблочные эти супы, пироги? Чего мы там умеем варить? А нормально тут яблок, слышишь? Можно... Можно нажиться. И неплохо, мне кажется. Ну, ура! Я собрал все яблоки. Итого, 91 яблоко, чтоб ты понимал. Бежим сейчас, перевариваем все яблоки. Пойдем сейчас к этому пацану. Попробуем ему впарить эти яблоки. Сейчас будет у нас яблочный соус. А можно сразу все выбрать? Нет? Блин. Ты прикалываешься? Это я 91 раз должен тыкнуть? Ну, давай, не знаю. Давай 50 супов сейчас сбахнем. Яблочный соус. Ой, яблочный соус. 50 штук. Вообще изи! 60 яблочных супов. Вообще просто. Сейчас озолотимся. А ну-ка, пойдем. Где этот местный барыга? И надо будет съездить на машине, кстати, за яй... За яйцами? Хе-хе-хе. За курями. Или за курицами, как правильно. В общем, если что, пиши в комментариях, как все, что я делаю. Так, что не так. Сейчас мы с пацаном этим пообщаемся. Незнакомца. Поговорите с незнакомцем. Ему явно что-то от тебя нужно. Поговори с ним. Привет, я Джон. Торгую тут помаленьку лучшие цены и все дела. Здорово, барыга. О, ясно. Что предлагаешь? А, всего понемногу. Хе-хе. Гвозди, мыло, какое-какие продукты и все дела. Гвозди, мыло. Я даже куплю тебе свежие продукты, если будет что продать. Никаких крупных партий, разве что рыбу, яблоки, может, гребы и все дела. Ну, а что ж, приятно слышать. Увидимся как-нибудь. Да в смысле как-нибудь, сейчас увидимся. Отлично, я типа переезжать не планирую. Молодец, красавчик, вообще. Опа, социальные очки. Какая приятная встреча, чем могу помочь? Торгуешь чем-нибудь, где купить распространство, где купить семена или удобрения, где купить стрематериалы, где продать товары? Где продать товары? А зерно или крупные партии овощей, можно продать на рынке, все дела, но и по сторонам посмотри, а вот и другие места, где ты найдешь. Ага. Я тоже могу покупать у тебя какие-то продукты, сам торгую потихоньку, только типа не под 5 тонн пшеницы за раз. Понятно. Торгуешь чем-нибудь? Ну конечно, чего же желаешь? Желаю тебе впарить яблоки. А не сильно-то дорого продается, конечно. Почему я не могу этот? Надо тыркать поставить. А, количество, яблочный соус, вот, вот тут. А какая хрен разница, где тыркать? Что так тыркать, что так? В смысле 20, а вот эти 40 что? 60. Ну. 13 евро. Нет, подожди, в смысле? А, то есть я уже продал? А что у тебя есть вообще интересного? Триммер. Цепная пила. Сколько стоит? 500 евро! Флакон духов. Золотое кольцо, серебряное кольцо, букет роз, тюлипан, изысканный шоколад, головной фонарь, дрон даже есть, нихрена себе. О, у него есть семена, кстати. Слышишь, саженцы тюльпанов, семена роз, семена гергина, цинии и кулинарная книга для гурманов. За 50 евро? А что, может, возьмем? Или потом? Ладно, давай потом возьмем. Все, спасибо. До свидания. Щелкните по карте, чтобы посмотреть обновленные сдачи. Да подожди ты. О, а это что за хрень? Это какой-то сраный трактор ржавый. А что он тут стоит? Сесть за руль? Так, в смысле? Это у меня всегда тут трактор под домом валялся? А чей он? В смысле? Поехали. А что у меня теперь два трактора? Откуда тут трактор вообще взялся? Алло. Как это работает? Это чей-то трактор? Ну, ладно. Я нашел чей-то трактор. Короче, трактор пусть пока. Ты теряешь немного продуктов из кладовой. Кто должен держать? Что? Не понял, что мне. Че я там в кладовой теряю? Короче, мы нашли трактор. Это раз. Сейчас бежим. А че есть? Какой кладовой я че теряю? В смысле? Подождите. Алло. Как в кладовую попасть? Вот это кладовая? А как в ней посидеть? Кладовая. Вот. Ага. А-а-а. Гамбургер. Ни хрена себе питание. Так. Сгущённое молоко. Супы. Хренюпы. Ну, в принципе. Мы че тогда рыбу вот эту перекладываем? Сгущённое молоко перекладываем? Букет рос. Я купил! Я купил? В смысле? Я купил у него серебряное кольцо? И букет рос? Или просто он у меня взялся откуда-то? Так. Гамбургер забираем. Суп кладём. Грибы кладём. Яблоки пока с собой таскаем. Кольцо. Да в смысле? Кольцо. Надо не забыть, что кольцо и этот у меня тут. Я... Откуда у меня букет рос? Я натыкал его что ли? Балбес. Или он у меня был всегда. Я не знаю. Так. Дальше что у нас? Сейчас бежим. Получается у нас теперь два трактора. Охренеть. Ты понял? Короче, я намутил трактор. Сейчас будем пробовать садить... Ой. У нас есть тут по идее семена. Использовать хранилище семян. Использовать рассада помидоров. А, использовать рассада помидоров. А, использовать рассада помидоров. Ага. Ни хрена себе. Вот так вот. Слышишь? А как? А, и все? Ну ладно. Давай пока так. Так, а что? Что было? Убрать рассаду помидоры. А, не, не надо. Пусть растет. А как дальше что делать? Ну, пусть растет. Семена. Ну, у него, у того перца семена какие-то не очень. Нужно будет куда-то ехать в другое место. Так, ну и что дальше? Дальше у нас этот. Ремонтируем. Ремонтируем. Кого? Вот это. Ремонтируем сарай. Шикарно. Пять тысяч очков получаем. И... Все. В принципе. Хе-е-е. Так, уже на один лучше. Теперь нам осталось отреставрировать только коровник. В принципе, это вообще, по-моему, легчайше, да? Сейчас мы этот коровник вообще за две секунды отреставрируем. Подожди. Вот очень неудобная эта хрень. С починкой. Итак, коровник сейчас за две секунды. Вообще, набахкаем резко. Так что... Только в путь, только держись. Я уже такой опытный боец, что мама не горюет вообще. Где тут что-то? Ой, да вообще. Как два пальца об асфальт за три. Все. Строитель ферм. Ха. Еще пять тысяч, да? Отлично. Ну, в принципе, вот и все. Вот у нас и готово. Все. Я забабахал и сарай, и... Ой, я в дерьмо залез. И сарай, не только сарай. Получи... Получаешь двадцать тысяч социальных очков. Охренеть. Вот это я понимаю, я тут наполучал. Двадцать тысяч социальных очков. Так. Свободные руки. Дальше что? Дальше непонятно. Дальше надо ехать за этими... За курицами, да? Получается. Тут пускай растет. Нужны будут еще семена. А, или подожди, или как. А что надо, кстати, делать, чтобы все тут росло? О, активировать. О, ой, ой, ой. В смысле, что-то я это... А как включить вытяжки? Это ж будет лучше, наверное, расти? Или нет? Пойдем посмотрим. Это, конечно, водицка. Водицка? Потекла. Что у нас по влажности? Комфорт. Ага, отлично. Так, а вытяжки? Как-то отдельно можно включать, нет? Походу, вытяжки нельзя включать? Но я, кстати, не знаю. А как... Как смотреть, что они растут хорошо и нормально им или нет? Ну, я так понимаю, что вот, да, получается. Комфорт. Открыть, активировать. Угу. Непонятно, короче. Кто бы меня еще научил вообще пользоваться этим всем дерьмом? Ай, да нет. Все, валим отсюда. Короче, надо ручками, походу, в смысле глазками приходить, смотреть и радоваться. Так, смотрим на карту. У нас получается что? Пшеница 100%, готова к сбору урожая. И вот. Щелкните, чтобы нанять работника. Вспахать поле 238. Засеять, убрать, удобрить, собрать и продать урожай. 357 евро? Мне сказали, что быстрее будет, ой, в смысле выгоднее будет, если я найму человека с хорошим комбайном. Что, типа, тут реализовано, что плохой хреновый комбайн много теряет. Давайте тогда что? Чтобы кого? Ну вот, а вот это. Собрать. Давайте канолу тогда продадим. Собрать и продать. Посмотрим, как это выглядит. А, никак это не выглядит. Или выглядит. А нанятому работнику прощу насобрать в свое поле урожай и продать его. Он направляется на поле и скоро начнет работу. А, вон работник, смотри, приехал. Работник едет. Давайте посмотрим. О, работник. А второе поле я хочу сам убрать. Посмотри, короче, работник что-то мутит. Это что-то похоже на комию. А, у него же... Ха-ха-ха-ха. Бабки, бабки. Бабки, пошли. Ты видал, бабки, пошли. Так, слышишь, нормально бабки-то пошли. Вот это баб... Вот это я понимаю. Ходишь себе, собираешь эти... Как их? Ну, ты понял, грибочки. Вообще ни о чем не паришь. Смотри, как бабки идут. Вот это я понимаю жизнь. Уже косарь евро. Уже косарь евро. Все. Жизнь удалась, короче. Ходишь себе, тут ни о чем не думаешь. Вот, например, через дорогу перебежал. Перебежал. Посмотрел. Туда-сюда. Кстати, говорили еще, что... Это... Там есть... Что? Что там есть? Триммер где-то есть. И в каком-то сарае... Есть сундук. С ценностями. Но у нас уже ценности так-то. Уже и трактор нашли. И что-то... А, плуг у меня есть. А, это косилка. Косилка есть. Есть культиватор. Так, пусть пацан убирает. Ну, короче, бабла будет скоро как говна. Вообще, забанить. Немеренно. Где-то единственное, я пока не понял, где триммер валяется. В каком сарае. Вот этого я не понял. Короче, сундуков я не нахожу. Триммера тоже не нахожу. Где это может находиться? Я пока что-то не понимаю. Трактор зато есть. Руль. Бомб спешл. Ты начинаешь ощущать голод. Да в смысле? Продукты 45. А одну сейчас этот. Плюс до хрена прибавит. Поэтому пока не будем жрать. Сотри. Вообще. Просто. Вот так вот. Берешь. И еб. Пчелиный улей. Все. Пчелы производят мед и приносят много пользы для сада поблизости. Кроме того, они совершенно безвредны. Социальные блага плюс 250. Ну, можем, в принципе, еще один улей сразу купить и не париться. Короче. Псс. О, там костер. А это что? Камни, разожги огонь. Присядь и расслабься. Ха! Точно. Все. Тащимся. Короче, тащимся. Нормально. Пчелы производят мед. Комбайн работает. Бабки текут. Я тебе говорю. Вообще. Вот это кайф, а не жизнь. Все. Ладно. Хватит. Так. И говорили еще. Оу. Рыбачка. Ты рыбачка, я рыбак. Привет, красотка. Оу. Ага. Не хочет она разговаривать. Не сейчас, говорит. Ханна. Ну, ладно. Не сейчас, так не сейчас. Ну, что. Пойдем сейчас. Подождем, пока у нас работник докосит канолу. И посмотрим, сколько это денег будет. Но я подозреваю, что это будет охренеть, как много денег. Знаешь почему? Потому что он еще ничего не убрал. Он только одну проходку. Хотя уже тут как бы нормально. Или он вторую проходку уже идет. Короче, уже у нас 4000. Я думаю, тысяч 6-8. Будет, да? Примерно. Давай сейчас проверим. Ну что. Комбайн уехал. Оставил вот тут чуть-чуть канола мне на размножение. Или на что? Отлично. И накосил он наш. На 8000 евро. Это ли не чудо? Так, подожди. Съесть. Ого. Сон плюс 100 грибы дают? Это же что? Короче, комбайн скосил. 8000 мне принес. И мне интересно, если я добуду комбайн, на сколько тысяч я продам пшеницы. Ну что, ребятки. И, кстати, я нашел триммер. Триммер нашел. Он был вот тут вот в сараюшке. Но... Что? Но я не нашел сундук. Больше никакой. Вот тут был триммер. Вот тут прям. И сундука я больше никакого не нашел. Нашел косилку. Нашел... Ну, это мы уже давно нашел. В принципе, трава тут нафиг не нужна. Нашел 2-3 места еще вот под... Эти... Под... Ульи. Один даже разместил. Кстати, там же написано, что он благоприятно влияет улей на урожайность этого. Как его? Ну, короче, на все. Вообще. Все-все-все круто сразу резко становится. Так что я вот один улей сюда установил. Я не знаю. Напишите в комментариях, если нужно их все сразу устанавливать. Ну, как? Типа выгодно, невыгодно. Не знаю. Кстати, пчелы тут прикольно сделаны. Чуть летают куда-то по кругу. Не то, что в фарминг-симуляторе. Вот. Так что, ребятки, на этом будем заканчивать. Пишите, что я сделал не так, где что ошибся, что не увидел. Ставьте обязательно пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Переходите по ссылочкам в описании. Там есть второй канал. Там есть Twitch, на котором я стримлю всякую... Всячину. И что? И Discord наш тоже заскакивайте. Всем всего хорошего. До новых встреч. Покедо.